Девушки отдыхают К счастью, меры были приняты очень быстро. Мне сделали операцию. Два месяца я не видел левым глазом, который прооперировали. Я думал, вернется ли ко мне зрение. Врач меня успокоил. Через два месяца зрение вернулось. Но два месяца я видел только одним глазом, и это очень неудобно. Жена вела меня под руку, чтобы я не запнулся тротуар, я не вписывался в повороты, не мог вести машину. Проблемы со зрением — это серьезный недостаток. В Библии также говорится не только о глазах, но и о взгляде. Прежде чем прочитать текст, который я выбрал, чтобы нам обрести новый взгляд, скажу, что глаза — это зеркало души, нашего внутреннего человека. Взгляд может быть любопытным, шаловливым, веселым, влюбленным. Или, напротив, гневным, ненавидящим или злобным. Он передает эмоции. Это естественно и всем известно. Текст, записанный в Евангелии от Матфея, в шестой главе. Это слово самого Иисуса. «Светильник для тела есть око». Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темным. Цель моей проповеди — помочь вам сделать так, чтобы ваше внутреннее око было светлым, чтобы все ваше тело, ваша жизнь, ваши проекты были в правильном, здоровом состоянии. Мы с вами живем в век изображений, век зрительной информации. Мы все пользуемся экраном, большинство делает это по работе, учебе, ну и так далее. И нужно заметить, что все развлечения, в основном тоже на экранах, продюсеры развлекательных программ делают так, что вы всегда получаете то, что любите. Вам всегда предлагают то, что вам нравится. Но если что-то, например, изображение, отрицательно влияет на вас, оно на вас влияет. Если вы на него посмотрите, эти изображения будут сменять друг друга таким образом, чтобы вы продолжали смотреть то, что привлекло ваше внимание, чтобы вы продолжали это пить. В итоге наш взгляд портится, становится мутным, мы слепнем, наше око становится худым. Мы больше не можем понять, где находимся, потому что на нас повлияло, нас коснулось что-то, как свет портит фотопленку. Слово Божие говорит нам то, что я сейчас процитирую. Оно говорит, что мы ответственны за то, на что смотрим. «Глаза твои пусть прямо смотрят», так говорится в притчах 4 главе, 25 стихе. «Взирая на Иисуса». А это уже написал нам автор послания к евреям в 12 главе. И снова перенесемся в Ветхий Завет, 100-й Псалом. Тут Давид говорит, «Не положу пред очами моими вещи непотребной». Итак, если что-то мешает в глазу, это приносит большой дискомфорт. Пылинки, попав в глаз, заставляют меня плакать. И вот я уже ничего не могу делать, потому что пылинки, хоть и крошечные, мешают мне смотреть. Взгляд внутреннего человека очень чувствителен. Его чувствительность повышается благодаря чтению Слова Божьего, благодаря Духу Святому, который с помощью этого Слова делает мою совесть более чувствительной. Нашу совесть нужно очищать, так же, как нужно убирать из глаза эту пылинку, чтобы нам быть эффективными и готовыми к действию. Нужно просить прощения за то, на что мы посмотрели не в первый раз, а во второй. Потому что первый взгляд может быть случайным, но вот второй взгляд — это дело выбора. Поэтому мы должны прийти к Господу, чтобы попросить прощения у Него за то, что позволили чему-то повлиять на нас. Есть изображения, которые сильно влияют на нашу жизнь. Я очень хорошо помню, как я посмотрел, это было очень давно, фильм, который оставил след в моем разуме. Я не мог избавиться от этих картинок ни днем, ни ночью. За меня молились, брали власть над пагубным влиянием этих изображений, чтобы я окончательно избавился от них. Господь сможет это сделать для вас, чтобы вы избавились от всего, что отрицательно влияет на вашу жизнь, чтобы ваше тело было здоровым, ваше сердце было здоровым, чтобы вы ходили в свете и принимали правильные решения. Далее второе. Наш взгляд должен быть правильно сфокусирован. Он не должен быть под неправильным влиянием. От того, что мы впитываем, что-то не фильтруя, что хорошо, а что плохо. Наш взгляд должен быть направлен на чистый источник, а именно на самого Господа. Моисей провел 40 дней на известной горе Синай. Он был в присутствии Бога, и только лишь рядом с Ним эта святость, эта чистота, эта сила, это влияние Святого Духа на жизнь Моисея были настолько сильны, что, когда он спустился с горы, его лицо сияло, его глаза сияли так ярко, что народ испугался. Когда вы проводите время с Богом, ваш фокус меняется, когда вы читаете Его Слово, когда направляете свой взгляд на совершенный закон Господень, ваш фокус меняется. Ну и последнее. Когда Моисей спустился с горы, он увидел, что народ развратился и сделал золотого тельца, а еще отвернулся от Господа в пустыне. Моисей был очень шокирован. Святость, чистота в нем была так оскорблена тьмой, которая захватила этих людей, их дух, их душу, что он в гневе разбил скрижали. Закон был нарушен, завет был нарушен, радость была испорчена, помазание Духа Святого ушло. Он снова поднялся на гору, чтобы снова найти Бога, чтобы снова получить от Него помощь и новые скрижали, чтобы ходатайствовать за народ, получить то, что нужно для святого и чистого взгляда. Нет ничего прекрасней, чем прямой, чистый, святой взгляд, на который влияло что-то хорошее, потому что вы проводили время, занимаясь правильными, чистыми делами. Я в последний раз задам вам этот вопрос. Скажите, на что вы смотрите, на чем вы останавливаете свой взгляд? Пусть Господь вам поможет, пусть Господь поможет всем нам, пусть вас привлекает святость Господа, чтобы ваш взгляд отражал Его присутствие. Дефект зрения — это настоящая проблема, поэтому у нас должно быть все хорошо. Спасибо, что были со мной. Пусть Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok